Добрый день уважаемые друзья с вами Алексей Кузьмичев и в этом небольшом видеоуроке хочу показать вам простой способ который позволит вам наложить абсолютно любую картинку на абсолютно любой текст в фотошопе и так для работы нам с вами понадобится любая фотография я в данном случае буду использовать вот это изображение и также нам с вами потребуется какой-нибудь интересный шрифт для того чтобы эффект получился наиболее интересным и красивым я рекомендую вам использовать какие-нибудь толстые и жирные шрифты в таком случае картинка будет очень хорошо заметна на этом тексте и эффект будет смотреться очень интересно в данном случае шрифт с которым я буду работать называется bronx by streets я приложу его к данному видеоуроку вы также сможете его скачать и уже попробовать самостоятельно наложить на него картинку ну что ж теперь давайте приступим первое что нам с вами необходимо сделать это создать новый документ собственно в котором мы с вами и будем уже работать итак размер документа поставим где-нибудь две тысячи пикселей высоту поставим давайте на 1000 пикселей вот таким образом нажимаем здесь ok получаем вот такой вот прямоугольничек и теперь давайте немножечко настроим фон чтобы текст на нем смотрелся более интересно первое что я хочу сделать это добавить сюда градиент давайте выберем корректирующий слой градиент и цвет для него возьмем от черного такому темно-серому чтобы у нас получился вот такой вот переход ну примерно так нажимаем ok здесь также ok и поставим стиль для градиента радиальной и поставим инверсию чтобы светлая часть у нас было внутри чтобы переход между оттенками был более плавным поставим дезеринг и чуть-чуть увеличим масштаб градиента чтобы светлая часть была у нас побольше вот примерно таким образом вот так вот можно я думаю оставить нажимаем ok и в принципе мы с вами готовили фон и уже теперь можно приступать к печатанию текста и нанесению картинки и так выбираем инструмент текст выбираем шрифт которым мы будем писать так вот он у нас и выбираем цвет для шрифта данном случае поставлю белый ставим точку и начинаем писать ну напишем любое слово так и теперь давайте увеличим размер чтобы он у нас подходил под нашу картинку да таким образом можно даже еще больше его сделать 350 поставим давайте вот таким образом даже давайте еще больше сделаем 450 вот так оптимально располагаем его по центру и давайте теперь немножечко его настроим можно добавить сюда тень можно ничего собственно не делать но давайте я покажу в данном случае как можно добавить тень вашему тексту для этого щелкаем правой клавиши переходим в параметры наложения здесь и нас интересует самый нижний пункт это тень здесь ставим смещение и ставим размах в первую очередь ставим смещение где-нибудь я думаю на 10 пикселей так как фон у нас темный особенно заметно эту тень не будет но на тех участках где у нас есть градиент тень будет заметно и текст приобретет такой дополнительный объем поэтому если хотите можете использовать вот этот эффект вот таким образом нажимаем ok и если посмотреть то тень вот как раз на центральной части нашей фотографии стало заметно вот таким образом ну и теперь собственно переходим к самому интересному копируем картинку control a control c нажимаем и вставляем ее поверх нашей фотографии нажимаем control v вот она у нас вставилась и расположим ее так чтобы она покрывала у нас весь текст вот таким образом далее если необходимо нажимаем комбинацию control t и растягиваем ее так как нам нужно можем ее уменьшить растянуть передвинуть все что нашей душе угодно и после этого нажимаем клавишу alt и зажатой клавишей alt щелкаем на границу между этими двумя слоями чтобы применить данную картинку только к тексту и как видите у нас с вами картинка приобретает форму текста если необходимо то вы можете также здесь перетаскивать картинку чтобы она смотрелась так как вам нужно располагать ее как хотите также если вы нажмете комбинацию control t вы перейдете в режим трансформирования и можете ее растянуть уменьшить повернуть вот все что вам нужно в данном случае вот примерно так я думаю можно оставить нажимаем клавишу enter и также если необходимо можете включать и отключать тень в зависимости от того какой эффект вам больше нравится вот в данном случае мне больше нравится с тенью поэтому я ее оставлю ну вот в принципе и все согласитесь довольно простой эффект но выглядит очень и очень интересно и я думаю с легкостью найдете область где сможете его применить ну а на этом данный видеоурок я завершаю большое всем спасибо за внимание и увидимся в следующих видео уроках 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 и и и и и и и